Министерство обороны Украины и компания Байрактар Саванма договариваются о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания текущего ремонта и модернизации беспилотников, а также обучение персонала связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Байрактар ТБ-2, об этом сообщили в Минобороны Украины. С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой, генеральный директор компании Байрактар Халук Байрактар. Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас, подчеркнул Владимир Зеленский, который также принимал участие в подписании меморандума. Президент Украины выразил благодарность от себя лично и от украинского народа главе Турции Реджеп Таипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта. Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины, подчеркнул Владимир Зеленский. Согласно документу, компания Байрактар построит вблизи Василькова, на территории, принадлежащей Министерству обороны Украины, Центр обслуживания, текущего ремонта и модернизации беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими дронами. Планируется, что со временем в Украине будет построено целый ряд таких центров. Следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства беспилотников. В турецкой компании Байрактар заявили, что будут инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра.